Приветствую вас, дорогие мои друзья, с вами Хюнд, и мы начинаем с вами новое прохождение на каналах Поки Пика Проджект и ТГР. Да-да, вот так вот получается у нас, прохождение это будет размещаться аж на двух каналах сразу, но если в проекте Поки Пика меня знают уже прекрасно, то на канале ТГР я человек новый, поэтому считаю нужным немножечко представиться, рассказать о себе и собственно говоря наметить наш вектор развития. Зовут меня Олег, но в интернете я более известен под своим псевдонимом Хюнд. Мое главное достижение, пожалуй, это собственно говоря основание канала Поки Пика Проджект, посвященного инди, ретро-играм и покемонам. Но может возникнуть реализованный вопрос, а что я собственно говоря делаю на канале ТГР? Дело в том, что Таурус стал в свое время для меня именно тем человеком, который вдохновил на творчество, и хотя в итоге наши пути творческие немного отличаются друг от друга, фундамент заложил именно Таурус. Вот та самая его добродушная искренняя подача до сих пор является для меня примером того, как правильно записывать летсплей. И когда я узнал о том, что из себя представляет проект ТГР, я для себя сразу отметил и решил, что обязательно приложу к нему руку. Хоть в каком виде, хоть какую-то игрушку запишу, может быть какой-то материал интересный подам. Вот в итоге, сегодня мы с вами начинаем прохождение новой игры. Но что это за игра, вы уже наверное и сами увидели. Это Mickey's Safari in Letterland. Обучающая игра 1993 года выпуска, разработанная студией Beam Software и изданная в Северной Америке студией High Tech Expressions. Игра эта эксклюзивная для Северной Америки, нигде она больше не выходила, но учитывая ее специфику, я думаю ничего в этом удивительного нет. Это обучающая игра, позволяющая маленьким детям, таким как я например, изучить английский алфавит и немного английские слова. Выбираем уровень сложности на старте, возьмем самый сложный. Сложность на самом деле влияет не столько на сложность игры, сколько на количество уровней. О сложности тут говорить вообще не приходится, персонажа нашего Микки Мауса убить вообще никто не может, урона ему тоже никто не наносит. Ну то есть это игра абсолютно не о том, совсем не про то. Здесь наша задача перемещаться по локациям. Что из себя кстати представляют локации, давайте я вам покажу. Здесь у нас есть аж шесть территорий. Вот такие вот горы заснеженные. Острова Карибского бассейна. Джунгли. Пирамиды. Лес. И вот здесь вот болото. Каждая из этих локаций содержит в себе несколько уровней. На максимальном уровне сложности таких уровней будет пять. Задача наша собирать, перемещаться по уровню по этому самому и собирать буквы. Собрав буквы, мы с вами будем из этих букв собирать слова. Вся задача. Больше тут ничего нет. Никто нас не может не убить, никто нас не может покалечить. Тут нет каких-то сложных, замудренных мест. Игра проходится чуть ли не с закрытыми глазами. На то она и детская обучающая игра. Почему я выбрал именно ее? У меня с ней связано довольно много приятных воспоминаний. Это одна из тех игр, которые я в детстве проходил первыми. Потому что, ну потому что легко это делается. Никаких сложностей нет. Просто сел, уделил ей там полчасика. И уже игра полностью пройдена. Ну еще она мне очень нравилась стилистически. Потому что Микки Маус, который вот так вот мило прорисован. Еще вот так вот с очком размахивающий. Это, ребят, очень круто. Так, начнем мы с вами с уровня... Господи, горного. Вот, собственно, весь процесс. Вот так вот проходим. Ловим буковки. Ой. Главное не спотыкаться. Хотя, опять же, ничего страшного в этом нет. Промахнулся. Букву С мы с вами уже поймали. Букву Н тоже. Осталась еще одна. Забавно то, что в этой игре мы вынуждены собирать слова из трех букв. И я мысленно благодарю всех богов, что... Это игра на английском языке, а не на русском. Потому что... Ну, потому что вы сами все прекрасно понимаете. Первое слово. Слово Кен. Это банка. Мы с вами его собрали. И, соответственно, прошли первый уровень. Этой горной локации. После этого следует совсем простенькая мини-игра. После каждого уровня. Здесь вот эту самую сырную голову. Хотя я не знаю, что это на самом деле такое. Но всегда в детстве считал, что это сырная какая-то головешка. Мы ее бросаем в специальный аппарат. Гуффи крутит ручку. И на этой сырной голове проявляется буква. И нам нужно эту букву найти в алфавите. Причем, если мы выбираем неправильно, то Микки Маус говорит «упс» и позволяет нам выбирать дальше. То есть никакого вреда, никаких проблем в случае неправильного выбора тоже не будет. Совсем-совсем простая игра. Почему она мне так нравилась в детстве? Помимо того, что она была простой. Дело не только в этом, да. Дело в том, что английский язык я изучал с первого класса. С 2000 года получается. Но интерес к языкам у меня в одиник намного раньше. Сами прекрасно понимаете, что когда играешь в Денди, куча разных интересных игр, взять того же, допустим, Ниндзю Гайдена, и диалоги на английском языке, на японском языке в разных играх по-разному. И всегда хотелось знать, что же там, собственно, такое вообще происходит, о чем говорят персонажи. Поэтому еще до школы... Да господи, что ж я так... Еще дошкольникам мне подарили словарик первый мой, англо-русский. И мы своими силами как могли переводили с друзьями. Все то, что в играх происходит. Ну, а тут игра позволяла нам изучать новые слова. Правильное произношение английских букв. Это, конечно, очень здорово. Что у нас здесь за слово? Джем. Ну, джем он и в Африке джем. Второй уровень мы с вами прошли. Я предлагаю наше прохождение разделить на шесть частей, соответственно, по количеству локаций. Будем в одном выпуске проходить полностью одну локацию. Сегодня вот добьем горы. А там уже будем, соответственно, по порядку их тоже проходить. Выпуски получатся такими недлинными, ненапряжными. Думаю, для начала, для старта, особенно для канала ТГР, где я еще ни разу не публиковался, это будет нормальным таким решением. А там уже, может быть, что-нибудь и посложнее пройдем. Так, тем временем, вот так вот пока описывал, что да как, мы с вами прошли уже аж два уровня. Гуффи подвозит нас на таком вот джипе. Если я правильно помню, в других уровнях, в других локациях, он может использовать другой транспорт. Это ни на что не влияет, но просто выглядит очень симпатично. Так. Микки Маус боится высоты. Ну, если уж совсем с большой высоты падает, то он так забавно грохается. Опять же, это никакого урона нам не наносит, но просто анимация забавная. Так. Эд. Хэт. Это шляпа. Вот, смотрите. Бум. Сотрясает экран. И своим задом бьется обснеженную поверхность. Уровни очень короткие и простые. Собственно говоря, ну, несколько секунд, и вот уже мы с вами рассматриваем шляпку. Слова, как правило, довольно простые, но в некоторых случаях в детстве меня ставили в тупик. Иногда на рисунке было непонятно вообще, что это изображено такое. Пока такого мы еще не встречали. Как я уже сказал, уровни сложностей отличаются друг от друга лишь количеством уровней. Вот мы играем с вами на максимальном уровне, соответственно, все уровни, которые есть в игре, мы их с вами пройдем. Если бы выбрали сложность пониже, то, соответственно, некоторых последних уровней в каждой локации их бы не было просто. Игра таким образом стала бы покороче. Это уже четвертый, по-моему, да? Четвертый, то есть предпоследний в локации горы. Музыка в игре довольно однообразная, но при этом все равно, как по мне, приятная. Такая мягкая, опять же, ненавязчивая. Так, ребята, вы меня... О, отлично. Носом подбросил меня морской котик. Еще и шлепнулись. Локации разнообразные. То есть, ну, снежная карта, она сильно отличается от, допустим, горн... Ой, господи, горн, это и есть снежная. Снежная сильно отличается, например, от... Чего-то я так далеко укатился. От джунглей, от каких-то там, не знаю, пустынь. Они визуально очень сильно разнятся. Поэтому, ну, не надоедает. Да и не успевает, в принципе, надоесть игра за счет своей коротковизны и простоты. Поэтому приятно сделано. А у нас тем временем слово Би, что переводится как Пчела. И вот мы уже с вами рассматриваем вот такую вот боевитую пчелку. В таком диснеевском стиле тоже нарисована она, что не может не радовать. Еще одним таким вот интересным преимуществом этой игры, как раз вот именно с обучающей стороны, является то, что Микки Маус произносит своим голосом название букв. То есть, для Дэнди это вещь такая нечасто встречаемая, когда буквы именно что произносятся. Что у нас тут? Буква Z. Ой. Только он ее почему-то называет Z. Нас почему-то вот в детстве учили Z, а тут говорят Z. И это вызывает у меня определенный такой диссонанс в голове. Не знаю, как правильно. Надо будет обязательно проверить в Википедии. Заглянуть. Кто из нас прав? Микки Маус или мой первый учитель по английскому языку? Последний уровень как правило немножко сложнее, но опять же учитывая специфику игры посложнее это громко сказано. Просто немножко побольше прыгать приходится и лазать. Споткнулся опять. Так. Вот эти вот пингвины, которые катаются с горок, они нас так и норовят скинуть вниз, поэтому нужно как-то стараться их перехитрить. Например, вот так вот пропустить его и пока он не успел подняться обогнать его отлично. Опять мы с вами шлепнулись. Но это не беда. Микки Маус, наверное, подушку уже подкладывает себе под задницу. Где-нибудь там в штанах держит, потому что знает, что если я управляю им, то придется ему часто на эту самую задницу падать. слово кау, корова. Это, походу, был последний уровень, который мы сегодня с вами пройдем. Сейчас мы угадаем букву, да там и угадывать не придется. Это будет буква из последнего ряда, потому что буквы здесь группированы. Если мы проходим уровень гор, то это обязательно будут пять последних букв, соответственно, за другими, там, за лесом, например, пять других букв закреплены и так далее. Здесь не абсолютно такой вот рандом разбросанный. Сейчас вот выпадет буква X, она же буква X в английском языке. Поднимаем X и на этом с вами завершаем. Вот теперь у нас вместо значка гор вот такая вот рожица Микки Мауса и при попытке зайти в уровень он снова будет говорить упс. На этом мы с вами закончим. Сегодняшний такой вот дебют, дебютное мое прохождение на канале TGR и очередное на канале PokiPikaProject. Совсем скоро уже с вами увидимся. В следующий раз будем проходить Карибские острова. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, эта игра тоже вызывает у вас какие-то теплые воспоминания. Ну, а за сим откланиваюсь. Желаю вам всего самого хорошего, позитивных эмоций и хороших игр. Пока, дорогие друзья.